Добрый вечер, в прямом эфире новости на телеканале Енисей, в студии Александр Дьяков. И вот главная тема этого дня. В Красноярск с рабочим визитом прибыл министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, где он побывал и о чем шла речь на совещании в правительстве края. Мы должны идти двумя путями в области России. С одной стороны, вовлекать в Сельхозоборот новые земли, которые были еще в 90-х брошены, заросли сегодня и сорняками, а где-то и деревьями. А взрослые, конечно, поднимать плодородие, почвы. В Красноярске за тысячу дней до старта универсиады 2019 запущены часы обратного отсчета, как это отметили в краевом центре. Универсиада – это уровень жизни. Уровень жизни, в первую очередь, конечно, красноярцев, которые должны почувствовать, что универсиада не только для спортсменов. В красноярских школах начали формировать специализированные классы с углубленным изучением предметов. Сколько их будет и как в них записаться? Отбор проводил Министерство образования, не опираясь на территориальную привязку. Министерство выбирало те школы, ровно те школы, которые показывают лучшие образовательные результаты. На этой неделе в краевом центре и ближайших районах будет жарко, но в некоторые дни ожидаются дожди. Какую погоду обещают синоптики к выходным? По территорию центральных и южных районов, ближайшие освободки, мы ожидаем местами небольших умеренных дождей. В краевой филармонии прошел концерт, на котором экстремалы выполняли трюки под аккомпанемент симфонического оркестра, что особенно понравилось зрителям. В наш край с рабочим визитом прибыл министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Он посетил два предприятия, расположенные в Емельяновском районе. Первой точкой в его маршруте стала птицефабрика. Здесь идет реконструкция, рассчитанная до 2018 года. Планируется, что после обновления предприятия поголовье птицы здесь увеличится более чем в два раза. Соответственно, вырастет и производство яйца. Большие надежды здесь возлагают на переработку продукта. Пока на птицефабрике работает 8 корпусов, в будущем их должно стать 16. Сейчас на предприятии ежечасно сортируют 180 тысяч яиц. Их отправляют по всему нашему региону, а также в Приморский край и в Монголию. Побывал Александр Ткачев и на козьей ферме. Ее владелец Андрей Болсуновский провел для министра экскурсию. Глава федерального министерства интересовался, как развивается бизнес, есть ли сложности и какие задачи ставит перед собой фермер. Здесь у нас козлята, такие вот, так сказать, эти самые. Основной бизнес, чтобы молоко, да? Основной бизнес, животное для ЛПХ. То есть продавец козлят, именно. У нас козлята в этом году расписаны все. В этом году расписаны все козлята, то есть больше у нас нет. Молочный коз мы вообще в этом году не продаем, продали всех, которых хотели. Себе остальные оставили. Нужно увеличить поголовье. Затем Александр Ткачев провел совещание с участием представителей краевой власти и руководителей сельхозпредприятий. Министр отметил, что Владимир Путин поручил до 2020 года устранить дефицит продовольствия в стране, чтобы все регионы сами обеспечивали себя продуктами первой необходимости. Кроме этого, должна вырасти доля экспорта, в том числе и в азиатские страны. По словам Александра Ткачева, за последние годы в России в 2-3 раза увеличилось производство свинины и мяса птицы, но еще есть проблемы в овощеводстве и переработке молока. Сейчас не хватает порядка 8 миллионов тонн молока. Из-за невысокой рентабельности производства инвесторы не спешат заниматься этим видом бизнеса. Поэтому в планах министерства стимулировать создание молочных комплексов через субсидии и поддерживать грантами начинающих фермеров. Министр также отметил, что в производстве зерна у края большие успехи. Несмотря на то, что наш регион находится в зоне рискованного земледелия, нужно наращивать производство, тем более, что цена на зерно будет только расти. Мы должны идти двумя путями в области растеневодства. С одной стороны, вовлекать в сельхозоборот новые земли, которые были еще в 90-х брошены, заросли сегодня и сорняками, а где-то и деревьями. А с другой стороны, конечно, поднимать плодородие почвы, носить больше удобрений. И, конечно, заниматься приобретением сельхозмашин, которые могли бы возделывать эти огромные пласты земли. И, конечно, погитарная поддержка, которая существует уже и работает несколько лет, она, безусловно, существенно поддерживает производство зерна на территории нашей страны. И мы, кстати, сегодня здесь, в Красноярске, говорили о том, что мы будем более еще модернизировать ее, привязывать к внесению удобрения, значит, повышению плодородия земли, естественно, урожаев. Так что растеневодство – это наш конек. За тысячу дней до Универсиады 2019 в Красноярске запустили часы обратного отсчета. Это традиция. Так делают во всех городах, где проводятся крупные международные соревнования. Но на этом организаторы решили не останавливаться. Алина Штоколова расскажет обо всех событиях дня, посвященного всемирным студенческим играм. В честь тысячи дней до начала Универсиады в Красноярске организовали большой спортивный праздник. На острове Татышев открылся экспо-шатер, где все жители края смогут окунуться в атмосферу грядущих студенческих игр. А тем, кто любит утренние пробежки, даже нальют традиционного сибирского напитка – сбитня. Все лето здесь будут проходить мастер-классы, флешмобы и соревнования. И, конечно, зарядки. Как эта праздничная зарядка тысячи шагов. Будут традиционные мероприятия, такие как зарядки, обучение сальса. Но и будут, конечно, специально подготовленные события. Несколько событий пройдет для волонтеров. Именно здесь можно будет узнать, как стать волонтером Универсиады. Об этом уже мечтают десятки юных красноярцев. Для них даже организовали специальный конкурс. 50 ребят, которые ответили на все вопросы праздничные студенческие игры, смогли своими глазами увидеть объекты будущих международных соревнований. Больше всего, конечно, им понравился Бобровый лог, потому что там уже есть на что посмотреть и даже на чем покататься. Сейчас мы поднимались на подъемной дорожке. Вид просто был шикарен. Увидеть весь Красноярск, увидеть мост, сам Енисей – это потрясающий вид. Я бы хотела стать волонтером. Это очень интересно, познакомиться с людьми, общаться с теми людьми, которые не из нашей страны. То же самое приезжают люди из других городов, и они поделятся чем-то новым. И это будет очень интересно. Но самое важное событие этого дня – открытие часов обратного отсчета времени до Универсиады. Сюда приехали руководители края, олимпийские чемпионы и заместитель министра спорта России. Такие же часы устанавливали за тысячу дней до Олимпиады в Сочи и зимних студенческих игр в Казани. Таким образом, Красноярск официально появился на спортивной карте страны. Ваш город не просто будет узнаваем всему миру, но самое главное, что привлечение инвестиций к подготовке универсиады дает возможность создать ту инфраструктуру и те объекты, которые позволяют дальше еще принимать большие форумы, в том числе и спортивные. А почему бы не помечтать и не провести Олимпийские игры здесь же, в Красноярске, юношеские, на Пиралимпийские игры в ближайшем будущем? Надо закладывать сегодня, и то, что делается не в Красноярске, это, конечно, вклад в будущее. Все, что сегодня делается, не только большие стройки, не только крупные какие-то долгосрочные проекты, но любое действие по улучшению нашей жизни здесь, в городе Красноярске, в Красноярском крае, это еще один шажок по приближению нас к университету. Тысяча дней – это и много, и мало. Нам еще предстоит много чего построить и отремонтировать. Больше трех десятков спортивных объектов, больницы и другие социальные объекты. Все это останется нам после универсиады, поэтому делают все на века. Универсиада – это уровень жизни. Уровень жизни, в первую очередь, конечно, красноярцев, которые должны почувствовать, что универсиада не только для спортсменов, не только для мирового спорта, но и для всех нас. Универсиада уже меняет жизнь красноярцев. Кто-то готовится стать волонтером, а кто-то всерьез занялся спортом и строит большие планы на студенческие игры. И хорошо, что в нашем крае есть на кого равняться. Послы универсиады, знаменитые красноярские спортсмены, готовы поддерживать эти начинания. Один знакомый, который просто катался на сноуборде. И он мне говорит, Коля, я хочу очень сильно выступать на универсиаде 2019. Для меня это было просто реально шок. Просто как? Ты же не профессиональный спортсмен. Нет, я поеду, я буду заниматься. И мы с ним поэтому в октябре месяце летим в Италию. Я его беру с собой вместе со сборной России. И он будет с нами готовиться к универсиаде 2019. Так что шансы есть у всех. За тысячу дней можно подготовиться даже к олимпийским играм, говорят чемпионы. А часы напомнят, сколько времени у вас для этого есть. Алина Штокова, Андрей Крупнов, новости. В красноярских школах начали комплектовать специализированные классы. Набирать учеников в 8-й и 10-й классы планируется на конкурсной основе. Подробности в выпуске далее. Начавшаяся неделя будет теплой, а к выходным придется настоящая летняя жара. Такой прогноз дают синоптики. Сегодня ночью возможна гроза. Во вторник и среду метеорологи обещают небольшие дожди. При этом температура будет довольно комфортной. Днем воздух прогреется до плюс 22, плюс 24. Ночью столбик термометра покажет около 15 и выше нуля. А вот в середине недели осадки прекратятся и станет еще теплее. В четверг плюс 26, в пятницу до плюс 29. Такая же погода сохранится в выходные. В субботу синоптики обещают облачную погоду без осадков. Ночью плюс 16, днем плюс 28. А в воскресенье ожидают 30-ти градусную жару. По территории центральных и южных районов в ближайшие сутки мы ожидаем местами небольшие умеренные дожди. Грозы, ветер, пригрузы в пароме 13-18 метров в секунду. Температура ночью 9-14, дневные 22-27, повышаясь к концу недели до 28-30 градусов. Такая ситуация у нас. В красноярских школах начали формировать специализированные классы. Дети смогут углубленно изучать в них такие предметы, как физика, математика и даже черчение. Правда, чтобы попасть в такой класс, необходимо пройти отбор. Екатерина Погорелова расскажет подробности. План обучения в специализированных классах заметно отличается от обычных. В расписании есть предметы, которые не входят в общеобразовательную программу. А это значит, что дети в восьмом классе уже определились с выбором профессии. В школе номер 151 в начале учебного года появится один специализированный класс с инженерно-технологическим направлением. Сейчас ученики и их родители знакомятся со списком предметов. Подтянуть программу сможет не каждый. Ребята будут углубленно изучать физику и математику. Также появится такой предмет, как черчение и 3D-моделирование. Поэтому среди школьников проводят отбор. Ребенок должен иметь высокие оценки по основным предметам и, конечно, склонность к точным наукам. Из семьи все инженеры. Все по мужской линии, все инженеры. Папа инженер энергетик, папа инженер механиком был. И по мере того, как Иван у нас рос, все отличные оценки и как ему нравится заниматься. Это физика, математика. В данном классе сказали, что будет добавлено конструирование, черчение, робототехника. Я думаю, что для мальчишки это как бы такое направление нужно. И в связи с этим мы решили оценки у него все прекрасные, все хорошие. Ему этим заниматься нравится. Все в красноярских школах откроют спецклассы по четырем направлениям. Это инженерно-технологическое, физико-математическое, естественно-научное и математическое. Обучаться в них можно, начиная с восьмого класса. Учителя говорят, когда ребенок хорошо разбирается в предмете, то и готовиться к экзаменам ему гораздо проще. И чаще всего такие дети показывают очень высокие результаты. Помимо того, что в этом проекте будут участвовать наши преподаватели в высшей категории, мы также привлекаем преподавателей СИПГТУ. У нас заключено соглашение о участии в этом совместном проекте. И будет совместная работа с преподавателями. Также будет очень много проводиться проектно-исследовательской работы. Ребята будут работать в лабораториях на базе нашей школы и в лабораториях на базе, опять же, СИПГТУ. Я думаю, что это будет им очень интересно. И в дальнейшем также поможет помимо знаний технических, практических, они еще научатся работать в команде, что тоже немаловажно. В Красноярске откроются 46 специализированных классов 24 школах. Попасть в них смогут более тысячи учеников. Причем неважно, в каком районе живет школьник. В особые классы готовы брать одаренных детей с различных частей города. Отбор проводил Министерство образования, не опираясь на территориальную привязку. Министерство выбирало те школы, ровно те школы, которые показывают лучшие образовательные результаты. И это и было критерим отбора. Поэтому заходите на сайт, смотрите, где ближайшее и принимайте участие. Мне кажется, это очень потрясающий шанс. Потрясающий шанс приобрести дополнительные знания, фактически, на бюджетной основе, потому что это бесплатная история. Прием заявлений уже начался. В Управлении образования подчеркивают, победители различных олимпиад в такие классы готовы принять вне конкурса. Екатерина Погорелова, Павел Пателицы, новости. В Ермаковском районе судят двух браконьеров, которые этой весной застрелили косуль на территории заказника. Что им грозит, узнаете после рекламы. Датсун. Действуй сейчас. Официальный дилер Датсун в Красноярске. Лидер. Жилой комплекс «Глобус» открывает продажу квартир в шестом заключительном доме. Только на старте продаж специальная цена однокомнатной квартиры – 999 тысяч рублей. Возможна рассрочка. Жилой комплекс «Глобус» – это квартиры с фирменной отделкой в Октябрьском районе. Приглашаем на православную выставку. Более ста монастырей и храмов со всего мира. Особо чтимые святыни и иконы. Церковные товары и православная литература. Встречи с духовными наставниками. Ждем вас с 8 по 14 июня в МВДЦ Сибирь. Был бы я бизнесменом – вот это была бы сцена. Был бы меня бизнес-центр небоскреб. И на самолет я бы тоже наскреб. Их бы нет в золотых интерьерах. И лимузин вот таких размеров. Красивая жизнь, но есть один момент. Кто за это все платит? Клиент. Мы за тип компании другой. С менее раскатанной губой. Нам лишнего не надо. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на Теле2. Тариф черный. Честно, дешевле. Продолжаем выпуск. В Красноярск с рабочим визитом прибыл лидер политической партии «Патриоты России» Геннадий Семигин. На пресс-конференции он заявил, что представители партии приняли решение участвовать в выборах в Государственную Думу, которые пройдут 18 сентября. Уже через несколько недель партия планирует создать специальную коалицию и так называемое народное правительство, в которое войдут эксперты в различных сферах экономики, представители некоммерческих организаций и граждане с активной жизненной позицией. Вместе они собираются разрабатывать стратегию экономического и социального развития России. На одном из ближайших заседаний Геннадий Семигин намерен представить свой план по возможному преобразованию страны. Подробно о нем он пообещал рассказать в ближайшее время. Мы там поставили перед собой определить генеральную цель развития страны, стратегию развития страны, национальную идею. Мы поставили 10 стратегических целей и 15 практических задач, которые должны быть решены. В Ермаковском районе судят двух браконьеров. Жители Новополтавки в марте этого года застрелили трехкосуль на территории заказника Кебешский, где вообще запрещена любая охота. Ущерб государству составил 300 тысяч рублей. Все подробности у Артема Ахальникова. Когда с вами задают добровольно? Да. Консультация за счетника проводилась? Да. Житель поселка Новополтавка Дмитрий обвиняется в совершении преступлений сразу по двум статьям Уголовного кодекса. За браконьерство и незаконное хранение нарезного оружия, которое он нашел в лесу и присвоил. По версии следствия, вместе со своим знакомым он застрелил трехкосуль на территории заказника Кебешский. Ущерб государству составил 300 тысяч рублей. Оба уже признали свою вину и готовы на рассмотрение дела в особом порядке. Это значит, что доказательства рассматриваться судом не будут. Нужно определить только смягчающие или отягчающие обстоятельства и вынести приговор. Браконьеров задержали еще в начале марта. Следы незаконной охоты были обнаружены в заказнике Кебешский, который создан специально для безопасного размножения и миграции косули. Через некоторое время оперативная группа установила и личности подозреваемых. Как отмечают инспекторы дирекции по особо охраняемым природным территориям, с животными браконьеры расправились жестоко в период, когда они даже не могли убежать. Варуевским методом была добыта косуля. Был весной у нас сильный, когда передвижение косули было очень затруднено. Они добывали с помощью собак. Собака легшей косули. Она добывала быстро. Косуля застревала у нас, не могла перелегаться. Следует отметить, на юге края значительно сократились случаи браконьерства на особо охраняемых территориях. В заказниках регулярно проводятся рейды, в том числе с привлечением сотрудников полиции. Желающие поохотиться не в том месте и не в то время от ответственности уходят нечасто. В этом году 8 браконьеров задержали в Кебешском заказнике, Краснотуранском бару и Гагульской котловине. На особо охраняемых природных территориях проводилась определенная работа, направленная на борьбу с браконьерством. На настоящее время возбуждено 9 уголовных дел. Задержано 8 человек. Изъято 5 стволов нарезного оружия, 1 гладкоствольное. Дело браконьеров из Новополтавки из-за ряда юридических ошибок отправили обратно в прокуратуру. После небольших формальных изменений суд вынесет приговор. Подозреваемым грозит до 2 лет лишения свободы за незаконную охоту и до 3 лет за хранение и ношение оружия. Кроме того, придется возместить нанесенный природе ущерб. Артем Ахальников, Станислав Беркий. Новости. Пациенты краевой клинической больницы, перенесшие уникальную операцию на сердце, постепенно восстанавливаются. Напомним, в Красноярске в прошлую пятницу впервые в России провели микроваскулярную коррекцию метрального клапана. Это единственный возможный способ помощи людям с тяжелыми формами недостаточности этой части сердца. При нарушении в работе метрального клапана его створки перестают смыкаться, кровообращение нарушается, предсердие деформируется. А операцию на открытом сердце такие пациенты, скорее всего, не перенесли бы. За рубежом операция по коррекции метрального клапана в последние годы проводится все чаще. Красноярские хирурги переняли этот опыт у своих израильских коллег. Микроклипсу запускают в организм через бедренную вину. Врачи ведут ее до сердца и в нужный момент зажимают клапан. Прооперированы уже 4 человека, все они чувствуют себя нормально. Пока мы проведем наблюдение за теми пациентами, которые прошли эти вмешательства, посмотрим, насколько успешно это влияет на их состояние здоровья. И по мере решения вопросов о регулярном массовом поступлении подобных медицинских изделий на территорию Российской Федерации, будет решаться вопрос о применении этого метода в более широком масштабе. Экстремальная классика. В Красноярске прошел концерт, во время которого на сцене спортсмены выполняли трюки под аккомпанемент симфонического оркестра. Как готовились к шоу, расскажем после рекламы. Чистогряд уничтожает даже злостные сорняки. Чистогряд. Чистые грядки без сорняков. Кредит на обдуманные затраты. Ставка 15% годовых. Банк АТБ. Кредит просто 15. Настала пора перемен. Значит овощи больше покупать не будем. Смотри не спеша. Спутниковое ТВ в рассрочку на 6 месяцев. Телекарта. Смотри. Не переплачивай. Продолжение следует. Возвращаемся к новостям. Академический симфонический оркестр и спортсмены на одной сцене. В Большом зале Краевой филармонии состоялся необычный концерт под названием «Экстремальная классика». Как удалось совместить велосипеды, ролики, скрипки и виолончели в одном выступлении, что заставило сердца зрителей учащенно биться и чем трейсеры удивили именитого дирижера Владимира Ланда, расскажет Алина Штоколова. Балет на велосипедах под музыку Григо. Сочетание удивительное, но вышло оно очень органичным. Глядя на то, что происходит на сцене, возникает вопрос, почему раньше никто не совмещал спорт и классику. Чудеса здесь творят все. И симфонический оркестр, и ребята, которые увлекаются экстремальным спортом. Спортсмен под куполом большого концертного зала. Часто ли такое увидишь? Так управлять своим телом, держать баланс и двигаться в такт удивительно красивой классической музыки – зрелище достойное полного зала и восхищенных возгласов. Ну, обычный концерт там. Честно говоря, даже не знала, что здесь будет такое. Просто в таком восторге. Программу «Экстремальная классика» готовили около месяца. Спортсмены признаются – первое время было сложно подстроиться и выполнять трюки под ритмы классики. Но они смогли. Причем постановку и образы придумали сами ребята. И сделали это так, чтобы у зрителей ду захватывало. В оркестровой яме находится батут. В тот момент, когда спортсмен будет падать в оркестровую яму, зрители ничего не будут подозревать об этом и его выбросит на другую сторону сцены. Под музыку Прокофьева, Безея и Шостаковича на сцене борются силы добра и зла. Ребята, которые занимаются паркуром и акробатикой, выполняют головокружительные пируэты. А потом на сцену выплывают импровизированные корабли, под которыми прячутся батуты. Кстати, здесь уже и оркестр проявил свою креативность. Спортсмены исполняли трюки под саундтрек из «Пиратов» Карибского моря. Кстати, музыку для концерта тоже выбирали спортсмены. Дирижер Красноярского симфонического оркестра Владимир Ланде признается, не думал, что ребята остановятся на таких серьезных и глубоких произведениях и сумеют выразить их суть в своих трюках. Мы же им дали больше 30 различных произведений на выборы. То, что они выбрали, это то, что хотел бы я, чтобы они выбрали, но я им этого не подсказывал. Поэтому они меня совершенно очаровали, когда они назвали моего любимого композитора Шостаковича «Десятую симфонию». Достаточно серьезное произведение, но серьезнее почти не бывает. Так что я думаю, что это успех на многих уровнях. Успехом называют и объединение совершенно различных аудиторий. В зале и любители классической музыки, и спортсмены, которые вообще впервые попали на концерт симфонического оркестра. Это удачный опыт, который стоит повторить. Этим можно удивить гостей будущей универсиады. Приезжает огромное количество гостей, которые помимо участия в спортивной программе, хотят увидеть, чем же славен Красноярск, что мы можем предложить нашим гостям, для чего они могут вернуться. И вот наш концерт, который называется «Экстремальная классика», мне кажется, первый шаг на пути к той самой культурной универсиаде, о которой мы много говорим. Этот эксперимент показал, спорт и классика хорошо совместимы. Причем его участники за время репетиций учились друг у друга. Один из спортсменов, например, захотел закончить однажды брошенное музыкальное образование. Но главное – итог. Зрители аплодируют стоя. Они в восторге. Алина Штоколова, Андрей Крупнов. Новости. Сегодня в России отмечается Пушкинский день. Со дня рождения великого русского поэта исполнилось 217 лет. Мы решили попросить красноярцев вспомнить что-нибудь из произведений классика. И вот что получилось. Мороз и солнце – день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутые негой взоры. Навстречу северной авроры звездой севера явись. А дальше не помню. Если жизнь себе обманет, не печайся, не сердись. В день уныния смирись. В день веселья верен и станет. Сердце в будущем живет. Настоящее уныло. Все мгновенно. Все пройдет. Что пройдет, то будет милым. По морю дуб зеленый. Золотая цепь на дубе там. И днем, и ночью. Кот, и черный, все ходит по цепи кругом. Пойдет на... Право песнь заводит. На левую сказку говорит. Там чудеса. Там леший бродит. Русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы неведомых зребей. Избушка там на крыльях ножках стоит без окон и без двей. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа. Это чудное мгновение, и передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений вечной красоты. Ну, чистый. Вам пишу, чего же боли, что я могу еще сказать. Теперь, зная ваши воли, могу презрением наказать. Я еще не помню. Единственное, что первые строчки. Я вас любил, любовь еще быть может. А дальше, увы, нет. В Красноярске стартовал юбилейный 10-й чемпионат среди сотрудников ФСБ. В нем приняли участие 11 команд со всей Сибири. Такие чемпионаты ежегодно проводят в разных городах нашего федерального округа. В этот раз в Краевом центре и мужчины, и женщины соревнуются в четырех дисциплинах. Это легкая атлетика, служебные двоеборья, волейбол и стрельба. Продлятся состязания пять дней. Победители объявят в субботу. Кроме чисто спортивной функции, которую, безусловно, нанесет, она главная. Пусть победит сильнейший, как всегда говорят, так оно будет и в этот раз. Оно и играет немалую роль в сплочении в целом коллективов наших сотрудников, в знакомстве их между собой. Что потом, безусловно, положительно скажется в решении оперативно-служебных задач. Наш проект «Сибирская мудрость» продолжается. На этой неделе у нас новый герой. Писатель, лауреат литературных премий Михаил Тарковский. Он родился и получил образование в Москве, но уже много лет живет и работает в Туруханском районе. Сегодня он поделится своими мыслями о том, что такое патриотизм. Патриотизм Патриотизм – это когда ты ощущаешь Россию абсолютно во всех ее ипостасях. Абсолютно во всех. Не пиляя ее, не ампутируя. То есть и в культурной, и в исторической, и в военной, и в воспитательной, и в литературной, и в промысловой, в ремесленной. Россию как неделимый ствол. И каждый вот этот этап, языческий, православный, советский, про сейчас пока не говорим. Вот. Каждый этот этап тебе близок. Он тебе родной. И это происходит только просто, когда ты очень много об этом думаешь. Вот. Поэтому для меня патриотизм – это Россия в единстве всех ипостасей. Без врезания чего-то. Ну и, конечно, это любовь, жертвенная любовь и способность отдавать себя служению своей земле, независимо от рода твоих занятий, от твоей профессии. Вот. А вообще для меня примером такого вот патриотизма, на который, наверное, вот я равняюсь, это наш соотечественник, мученик во Христе Евгений Родионов, который погиб в Чечне. И все, когда ему попал в плен, ему было предложено сменить веру, снять крестик, он отказался и был обезглавлен живым. Все. Аминь. На этом у нас все. Телефон редакции для ваших новостей 236-0136. Наш адрес в интернете – enissi.tv. Далее смотрите прогноз погоды на завтра. Далее смотрите прогноз погоды на завтра.